Огромная очередь в самом центре Нижнего Новгорода. Уже с утра люди спешат сюда, на Большую Покровскую. Ведь такой шанс нельзя упустить. Лишь два раза в год Банк на Большой Покровск открывает свои двери для посетителей. Шедевр архитектуры, которому это весной исполнилось 106 лет, на сегодня одно из самых красивых и недоступных зданий в городе. Настоящий сказочный дворец, уникальное здание в неорусском стиле, построено в 1913 году, к 300-летию дома Романовых. По проекту архитектора Владимира Покровского, строительство особняка Банка велось с привлечением лучших фирм и специалистов того времени. Имперский блеск сияет здесь и сегодня. Сохранилось практически все. Росписи, плитка на полу, интерьеры и абсолютно все светильники. Люстры все-таки, это очень монументально. Очень много они весят. То, что такая ответственность была на человеке, который дал гарантию, что эти люстры никогда никому на голову не упадут, это интересно и увлекательно. Сюда не так легко попасть. И это какая-то такая уникальная жемчужина в городе, которую постоянно хочется смотреть, разглядывать. И вот для меня лично, вот я сейчас сюда пришел раз, наверное, не знаю, четвертый, пятый, и вот ловлю для себя новые какие-то ракурсы и постоянно что-то новенькое нахожу. За 106 лет здесь родилось множество легенд. Уже очень давно, несколько десятков лет существует легенда о том, что если посмотреть в это зеркало на себя и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Единственное условие – желание должно быть нематериального характера. Каждый раз на дне открытых дверей публику поражают чем-то новым. В прошлом году впервые после реставрации были показаны уникальные росписи. Их автор – знаменитый Иван Билибин. А в этот раз любой может забраться в ангасаторский броневик и даже примерить бронежилет. Пока-то легко. Если целый день ходить, наверное, ощущения будут другие. На стенде квитанция и разноцветные таблички, которые в 19 веке крепились на фасады зданий, застрахованных от огня. А еще здесь мастер-классы для детей и лекции о финансовой грамотности. В школе инвесторов мы расскажем об инструментах, которые стоит применять при вложении своих средств, а также расскажем о соотношении рисков и доходности. В общем, в день открытых дверей банкиры выдали щедрый кредит впечатлений на год вперед. А расплачиваться процентами восторга и изумления оказалось так приятно. Алена Зеленкова, Вячеслав Орлов. Время новостей.